Так, приехали в магазин Dollar Tree. Дэвиду нужны мыльные пузыри. Помните, мы ему купили игрушку? В общем, закончились пузыри. Ну и так, посмотрим, что там. Ну, ребят, бумага упаковочная, потому что у Дэвиду будет очень много подарков. Так, какой взять? Мне нужна такая, знаете, длинная. Смотрите, какие шары прикольные. На улицу туда что-нибудь засунуть вовнутрь. Всякие блестки. Будет классно. Вот такая маленькая елочка вам, пожалуйста. Или вообще вот такая. Дэвид любит играть с такими, но какие-то они облезли. Тут лампы плохо работают, ничего не видно. Так, что нам предлагают из украшений? Вот такие красивые колокольчики на елку. У нас, по-моему, есть. На улицу такой не повесишь. Потому что дождь, снег, если будет, все облизит. Ну что, вот такие вот штучки у нас есть. Так, вот, пожалуйста, вам пакетов. Море целое. Бумага мне вот такая нужна. На все случаи жизни. Есть вот такие шишки. Небольшие. Я люблю большие шишки. Да, эти совсем маленькие. Бирлянды всякие разные. Красотища. Так, всякие игрушки на елку. Все красивые. Снежинки симпатичные. Ну да, интересненько. Опять и классные тоже. Красивые. Уже с утеплителем. Такие серые. Ну, сразу чувствуется, знаете. Не очень. Ну что, ребят, мы, наверное, все. Больше нам здесь ничего не надо. В принципе, мы всегда приезжаем за украшениями. Кстати, заметила, ребят, очень много товаров появилось. За 5 долларов. Вот так, пожалуйста. А раньше все было долго. Заехали ребят в Индис. Дэвид попросил. Я говорю, ну ладно, уж выходные, давай. Давай. Уууу. Это очень сложно. Я знаю, я знаю. Так. Так, что ты хочешь, Дэвид? Еще раз. Чиккин наггет, френч фрайс. Окей. И чоколадный айс-кри. Чиккин наггет, френч фрайс и чоколадный айс-кри. Окей. А я, наверное, ничего не буду. Хотя у них есть хороший салат. Надо подумать, хочу я салат или не хочу. Так, мы приехали. Дэвид скорее схватил свою еду. Джон ничего не взяла. Но я взяла вот салат. Может, он захочет. Сейчас спрашиваю. Отличный магазин, ребят. Я очень рада. Так, а это сейчас такое. Скетчер слайд. Дэвид, ты купил? Нет. Она купил? Вот это. Слушайте, а что это она нам тут положила такое? Я это не покупала. Ребят, проверила весь чек. Вот этого вообще мы не покупали и в чеке нет. Что-то я ничего не поняла. Может быть, это подарок? Какая-то штука для упражнений. Вот. Не знаю. Спрошу у Джона. Перебилась. В общем, что мы взяли? Самое главное, ребят, кроссовки для Дэвида. Вот эти вот вообще, посмотрела по чеку, супер цена. Вот эти красные. Знаете, сколько стоят со скидкой сегодня? Это вообще обалдеть. То есть, они стоили 40, потом им сделали скидку 37, а сегодня я взяла за 18 долларов. Представляете? Классные кроссовки, скетчерс. Дэвид обожает красный цвет. И что самое главное, я вам говорила, что это размер 1,5, потому что у него один тык-впритык. Так, ну и старые кроссовки, ребят, они больше для непогоды. То есть, здесь уже, видите, от дождя то, что я и хотела. Я их называю зимние, ну или как, осенние. Классные. Супер-супер. Тоже отличная скидка. 39 долларов. Что вы скажете? Супер-скид, да? Вообще, отличный магазин. Вот они все с лампочками. То, что нравится Дэвиду. Дальше. Взяла ему домашние носочки вот такие, потому что тапки он не носит, а носочки носит. И вот что мне нравится, видите, здесь написано скетчерс. Вот такая, как резиночка. Так, чтобы если бегает, чтобы не упал. Здесь динозаврика. А, ну эти тоже динозаврика. Отличные носочки для дома. Кстати, тоже со скидкой. За эти носочки 6 долларов. И вот такие носки. Смотрите. 6 пар здесь, ребят. 5 долларов. Представляете? Вообще крутяк. Носки отличные. А мне как раз нужно для них носочки. Потому что те он уже истаскал. Я сейчас очень люблю и кроссовки, и носки. Очень удобно. Ну и на кассе стояла, ребята. Что думаете? Вот такая шапочка там была. Смотрите. Здесь вот эмблемка скетчерс. Думаю, что? Много шапочек не бывает. Как я вам? Мне кажется, супер. По черную шубку. Помните, у меня такая курточка вот такого цвета. Лавандово. Я думаю, подо все. Супер-супер. Класс. Я довольна. Шапочка стоит 20 долларов. За все про все вместе с этой сумкой. Вот эта штука, я так понимаю, бесплатная. Надо ему это или нет. Или придется отвозить. Но я не думаю, что она, знаете, как бы ошиблась. Ну вообще очень странно. Она у меня ничего не спросила. Ну да ладно. За все покупки, ребят, получилось 106 долларов 58 центов. Отлично. Я считаю, что очень хорошо. Ну теперь давайте посмотрим, что мы купили в магазине Доллар. Ну, во-первых, девочки и мальчики каждый год покупают Дэвиду календарь. Вот, посмотрела, там было много разных. И птички, и зайчики, и бабочки, и цветочки. Очень решила взять North America Wild Life. Я так понимаю, что на каждый месяц фотография дикого животного. И надеюсь, там может быть что-то про него скажут. Так что, отлично. Это я взяла для Дэвида. И стоит доллар 29. Бумагу вам показывала. Когда подарки организуете, в пакет туда складываете. И вот здесь разноцветная бумага. Здесь и для мальчиков, и для девочек, в принципе. Отлично. В общем, взяла. Мне надолго хватает. У меня закончилось. Дальше Дэвид себе взял вот такую елочку. Ну, он, знаете, я вам показывала. Он любит строить город. Вот эту елочку. Она, кстати, как-то горит. Ну да. Включать не буду. В прошлом году я покупала такую же елочку, но он сломал звезду. В общем, теперь будем аккуратны. Вот эти две елочки. Так, вот эти штучки повесим на улицу. На наши шикарные кусты. Казаные. Вот одну беленькую. Одну зелененькую. А, нет. Две зелененьких. Одна беленькая. Вот. Так, классно. Классно. Сейчас Джончик листья уберет и начнем украшать все. Я также купила дополнительные гирлянды. Помните? Хочу попробовать вот как раз вот эти кусты возле дома украсить. Так, дядя нам сейчас начнет шуметь здесь. Так, дядя нам сейчас.